МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами Таги Ягты. Это первый телевизионный проект, в который гости к нам приходят со своими продуктами, но мы заранее не знаем, какое блюдо из этого приготовит шеф. Это первый телевизионный проект, в котором нам предлагается угадать, какие же пару ингредиентов добавил блюдо шеф лично от себя. А сегодня у нас в гостях актеры Дизель Студио, Виктория Булитко и Евгений Сморигин. Гости программы Виктория Булитко и Евгений Сморигин, актеры и неотъемлемая часть Дизель Студио. Сыграли вместе более ста номеров. Вика сама сочиняет песни, а Женя тем временем делает все, чтобы она не сменила свою профессию на работу дальнобойщицы. Ребята, привет! Здравствуйте! По задумке нашей программы гости к нам приходят со своими продуктами. Женя это знал и... И не сказал мне! И тебе не сказал? Я это знал. Взял все на себя. Жень, что ты препят? И знал, что Вика очень любит легкое мясо, курицу и диетическое. Ну, посмотрите на эту стройную фигурочку. Она же не может съесть жирную свинью. А ты меня не знаешь, Жень. Я думал, что Вика кушает исключительно курочку. И морепродукты. Ну, курица с морепродуктами... Курица была дешевле, да? Может быть, идеальный вариант, когда курица вскормлена морепродуктами. Может быть, эта курица была вскормлена морепродуктами и грибами. Впихнуто! Специально ее кормили всю жизнь. Вот эту курицу. Ой, извините, просто так неожиданно. Я думала, что это было. Хорошо. Морепродуктами и грибами. И грибы. Да, я принес для вас это, я думаю, Вики... Пакет. Приятно. Пакет тоже нам нужен. А что, есть буду только я? Нет. Ну, сначала, да? Проверим. Мы ждем, а потом кушаем мы с Алексеем. Вика, это первый телепроект, в котором гостям не нужно ничего готовить. Вот обычные телепроекты, чем они отличаются? Все остальные. Все едины сзади готовят. Дизель-шоу, вот наш проект. Мы готовим? Мы готовим каждую передачу. А здесь нет, здесь вот как раз вот эти 30 минут мы будем просто отдыхать. А потом, в качестве интриги, нам будет предложено угадать, какие же пару ингредиентов добавил шеф блюда лично от себя. Серж, можно вас на минутку, пожалуйста? Это наш шеф. Добрый день. Посмотри, сегодня у нас есть такой набор. Здравствуйте, Женя. Что из этого можно приготовить? О, курица. Курица и грибы. Да, и грибы. А приготовим. Что-то придумаем. Придумаем. Хорошо, будем ждать. Вика уже, кстати, попробовала угадать, что там будет какая-то зелень, какие-то специи. Давайте попробуем сделать так, чтобы мы не угадали. Давай, давай. Давай, может, там будет... Хорошо, спасибо, будем ждать. Вика, позволь начать это ироническое интервью именно с тебя, потому что именно ты... Ты самая смешная. Извини. Ты привлекаешь внимание в вашем творческом тандеме. Это все помада. В твоей биографии есть один примечательный факт. Ровно на следующий же день, после того, как ты появилась на свет, в Великобритании вступила в силу постановление о том, что водители должны обязательно пристегиваться. Вот сейчас ты специально, да, спалил просто мой возраст. Я его тщательно скрываю. Я же не сказал, что ты такая древняя, как старина Елизавета. Нет. Шестолга. И таким образом мне понравился комментарий в твоей биографии, самый ироничный. Ты обратила внимание, что именно этот факт заставил людей задуматься о безопасности своей, совершенно верно. Естественно. Если говорить серьезно, это ли послужило выбором в твоей будущей профессии? Ну, просто, может быть, ты подумала, что безопаснее для зрителей будет, если ты все-таки будешь находиться не в зале, а все-таки на сцене. Да, потому что хоть какое-то расстояние есть. Расстояние небольшое. Ну, в принципе, в залы заносят... Ой, нет, это мы вырежем сразу. Бомбу хотела сказать. Ну, я же согласна быть бомбой на сцене. Почему бы нет? Немножечко взорвать же можно? Зал аплодисментами. Вот мне это нравится. Мне нравится смех, мне нравятся аплодисменты, мне нравятся улыбки. Мне нравится Женя. Он всегда улыбается, всегда шутит. Во всяком случае, меня всегда он смешит. Ребята, вот сразу у меня вопрос. Пожалуйста. У многих людей есть предрассудки, что чем лучше люди относятся друг к другу в тандеме, в каком-то творческом, тем они, как только выходят за пределы камеры, они ненавидят друг друга. Я ненавижу ее. Я это чувствую. Вы правы. Судя по топору, который тыкается мне в ногу. Видите? Да не, ну как так можно? Можно играть постоянно, что мы не так дрянемся друг к другу. Мы же вам не Потап и Настя. Ой, это тоже вырежут. Я сейчас записываю как раз вещи, которые мы точно не будем вырезать, поэтому продолжайте. Да нет, на самом деле абсолютно... Такое, наверное, тяжело просто, да, скрывать. Постоянно терпеть друг друга. Сколько вообще вашему творческому союзу уже? Вы до этого жили в гражданском творческом или, а теперь уже в официальном творческом союзе? Нашему творческому союзу лет восемь. Сейчас точно скажу. С сын десятого года. А сегодня какой уже? Семнадцатый. Семь лет. Семь лет. Вот не замечаете, как время идет? Да. Семь лет нашему творческому союзу. Я Вику увидел, молодой... Ну я Женю еще раньше, тогда, когда я ходила в школу. Да. Молоденькой школьнице я ее заприметил. Где-то на каких-то съемках я увидел эту молодую актрису и сразу понял, что нас слила судьба. Взял ее в кадр и вот до сих пор беру ее. В тот же самый кадр. Это ты распространяешь слухи в итоге. В кадры. Ребята, по информации, которая есть в открытых источниках, если бы Вика не стала актрисой, то ты бы стала, скорее всего... Дальнобойщицей. Мне просто нравится водить машины и нравится водить на большие расстояния. Это только дальнобойщик. Мне кажется, что вот этот руль гармонично смотрелся. А ты пробовала когда-нибудь, когда здоровая машина? Я Вику так и привлек к съемкам. Я руль ей принес. Ну смотри, ты или так будешь, или в кадре. Ей понравился руль, объемный такой, отмаза был. Руль помню. Мне Вике очень понравилось. И после этого она без руля не может сниматься. Ни туда, ни сюда. Поэтому у нее сейчас руль здесь. Жень, скажи, пожалуйста, а кем бы ты стал, если бы ты все-таки не стал актером? Я бы стал, наверное, дальнобойщиком. Знаете... Ты тоже? Я еду молодой проституткой. Я такой дальнобойщик, еду, вижу проститутку. Ой, а нас смотрят дети. Вырезаем. Нет, это вечером будет. Я мечтал стать... То, что сказала, Николай. Да. Стоять на обочине. И ждать, пока подберет. Пока приедет молодая дальнобойщик и подберет меня в свой КАМАЗ. Извините, КАМАЗ это не реклама. КАМАЗ можно. Мы КАМАЗ не дарим просто. Поэтому можно... Мне кажется, Евгений мог бы завоевать мир. Мне кажется, в нем есть скрытые и желания, и возможности. Я думаю, многие задумались. И по эту сторону телевизора, и по ту. Ну, я бы стал, на самом деле, императором. Да. Самым обыкновенным властелином мира. Да. Самым простым императором этой планеты. Вселенной. Нет, этой планеты. Я не знаю, что дальше. Не замахивайся на чужие территории, да? У меня страх космоса. И там минус 280, прохладно. А здесь пока комфортные условия на этой планете. Поэтому я бы стал просто, возглавил бы людей на этой планете. И усики так пририсовать сразу быстренько тебе. Чук. Расческа. Ребят, вопрос... Передача серьезная, на самом деле. Правильно? Да, но видишь, я бы не сказал. Все зависит от гостя. Главное, как начнешь, вот такая она и будет. Бывают какие-то творческие разногласия. Конечно. Например, Вика хочет делать номер о море, а Женя хочет номер о горах. Вот что делать? Вы как раз в точку. Вчера мы обсуждали номер о море, а Вика говорит, нет, горы. Я хочу на горы, на горы. Я говорю, ну давай все-таки море, там ракушки, плавать. Говорит, нет горы. Что мы сделали? Мы гору поместили в море. И это получилось как бы дно. Ну, гору поставили вот так. Наоборот, конусом. Наоборот, конусом. И получается на дне морском, в гористой местности. То есть, вы по сути, в виде дна, вы показали и в номере экономическое состояние того, что сейчас вообще происходит? Полное дно, да. Ну, это актуально. Я должен признать, это актуально. Я думаю, зрителям первого делового будет интересен этот бред. Вообще-то, у нас, Женя, очень часто совпадает мнение по поводу творчества. Поэтому с Евгением у нас как раз реже всего бывают конфликты. Но вообще... Часто с Яной... А с кем бывает, да, сразу автоматически просится вопрос? Не с кем бывает, а просто бывает, что существует разногласие, как подать этот юмор. Или эту фразу лучше оставить или нет. Допустим, мы вчера репетировали, да, с Яной. И говорим, вот так вот скажи эту фразу. Она говорит, ну, я все поняла, поняла, поняла. Ну, давайте потом, потом, потом. Вы репетируете очень многое. И перед концертом, конечно же, какое-то волнение все равно есть. Вот что, если перед вами сидит зал, дворец Украина, полный битком забит, приставные стульчики, бабушки из гардероба уже тоже здесь же стоят. И вдруг забываешь слова. Что делать? Вот как выкручивались? А было такое у нас. И не раз, между прочим. Было такое. Мы все живые люди. Нам нужно подготовить 4 часа нового материала. А то и 5. За 2 недели. А то и не нового. И бывает так. Да, именно новый материал. Каждый концерт, это все новые номера. То есть, нет таких номеров на бис? Ну, сколько раз надо сказать человеку, чтобы он понял, что действительно новые номера. Но это же телевизионный проект, он же снимает. Не могут же еще раз снять. Люди, я понял. Вы не поверите, я понял. Вот. У нас каждый концерт, новые номера. Новые номера. И каждый раз на это у нас ровно 2 недели, чтобы... И действительно мозг закипает. Потому что это очень много материала нового. Спасибо, что напомнили. Иногда бывает так, что ты вроде бы знаешь номер и... И знаешь его лучше, чем все остальные даже. Да, и прямо на концерте просто... Такой белый лист. Мозг я не понимаю, как это... Уже не белее лист. Получается. Просто ты не помнишь слов дальше. И все. И зацепиться ты не знаешь, за что даже. Научились делать так, что... Я забыл слова. Я забыл, ой, там дедушка, дедушка. Я был с Дедом Морозом в крайней нашей съемке. Это уже крайний номер. Все, 4 часа концерта позади. И я там еще дедушка Мороз. Я в ох... И стою и так... И так пуууууу вылетает из мозга что-то. А дедушка-то старый. Текст свой забыл. Афт, как бывает. Ой, пойду спрошу за кулисы у авторов. А в тот момент я стою за сценой. Я вижу, как Женя показывает, мол, я текст, как бы забыла, вот, уже признался зрителю, может, вы мне подскажете. Я стою, не помню. А зрители-то сидят и говорят, мы бы помогли, так материал-то новый. А вот зритель, кстати, вот спасибо вам большое, он всегда нас поддерживает и всегда взрывается еще большими аплодисментами, и это вдохновляет. Ну, видишь, что это живое все. Да, что это не запись. Происходит, что мы... И что мы не компьютеры. Действительно, люди можем, ну, иногда, иногда бывает так, сбои, и Марина просто говорит, я вспомнила. И напомнила мне текст аккуратненько. Я говорю, спасибо, доченька, спасибо, давай с той же цифры. И снова продолжаем номер. Ребят, когда ближайший большой концерт ожидается? 24 февраля. В полоте Украина. Так. Билеты, я так понимаю, уже проданы. Анжелаг был за два месяца. Даже рекламу не надо использовать. Ну, слава богу, это, наверное, говорит о том, что наш проект любят, это приятно. Вот. А следующий концерт 20 и 21 апреля. Еще билеты пока есть. Если есть, у вас... Куда-то ушла часть съемочной группы. Желание. Как только вы сказали, что билеты еще есть. Будем снимать на то, что есть. Рекорд еще жмется там. Да, вроде лампочки говорят. И нам будет в апреле уже два года. Да. Два года. Мы будем праздновать. Мы такие еще юные. Такие старые, но такие юные. Молодые старые артисты. Ребят, есть какие-то роли, которые не просто удаются хорошо, а вот они удаются, ну, вот больше всего нравится. Вот Женя, я заметил, вот ему очень нравится играть старушенцы каких-то. Ну, как нравится, приходится. Не, мне нравится играть старушенцы. Вот какие самые любимые образы? Да, Мах... Хозяйка. У Вики здорово получается, говорит, Саша, Саша, Егор, 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 Саша. Я не провожу времени дома, потому что нет на это времени. И получается, что всю свою, как бы, семейную жизнь я прохожу на сцене визель-шоу, за что им огромное спасибо. Что с тещей, что с свекровью, что с мамой, что с... У Вики все это на сцене. Я люблю, честно говоря, роли необычные, вот как раз не домохозяек, да, каких-то там страшненьких или заикающихся, или стареньких. Я бы тоже сыграла старушку. Меня. Ага, я как раз хочу сказать, да. Я люблю играть Евгения. Вике нравится играть в меня. Евгений Михайлович, за что я ему благодарна. Спасибо огромное. Полночи, полночи. Я знаю, что ты еще пишешь стихи, песни, играешь на музыкальных инструментах. Я обратил внимание, у тебя на пальцах есть вот эти от струн штуки. Да, от гитар. Да. Мазоли. Скажи, ты планируешь издать какой-то альбом, выпустить клипы, заняться сольной карьерой певицы? Да. Когда это будет? Я надеюсь, к тому моменту я еще буду жива. У меня хватит сил и времени опять-таки заняться не только песнями дизель-студии, дизель-шоу, но еще и когда-нибудь выпустить все-таки свой альбом. У меня есть мечта. Я хочу бэнд-группу собрать, где будет много интересных музыкальных живых инструментов, где будет контрабас. Ты играешь на бас-ужине? Нет. У меня будет, да. Я буду играть. У меня есть не только веселые, но и лирические песни. И, конечно, мне хотелось бы когда-нибудь воплотить их в жизнь, чтобы их зритель услышал, увидел. Но пока у меня просто сил не хватает на это и времени. Ну, в театре же звучали твои песни? В театре звучали. У меня в театре взяли моих песен и они звучали в спектакле. В прошлом летом в Чилинске я играла Валентину. И Вика даже за это получила главную премию страны театральную. А вот, кстати, многие люди интересуются, главная премия страны. Это премия? Это деньги или это какая-то грамота, статуэтка? Это и статуэтка, и грамота, и даже деньги. Даже так? В деньги даже? Да. А, ты срежение не знал просто? Тысяча долларов. В долларах? А Украине платят в долларах? Нет, ну давали в гривнах, но по курсу. Просто, может быть, в тот момент у комитета были валютные трудности и пришлось выдать в эквиваленте. Две даже? Я уже не помню. А это было так давно? Ну, я думаю, налоговые органы уточнят. Ну, между прочим, это открытая премия, там все в порядке. Да? Да. Просто в конверте косарь дают, да? Нет, ты приходишь, расписываешься к бухгалтеру. Что вообще ближе для души, для артиста, который снимается в скетч-шоу юмористических или все-таки ближе трагические, романтические, глубокие роли? Ой, так трудно сказать, что ближе. Наверное, если я сейчас ушла из театра, то, скорее всего, меня тянет в сторону юмора. Но, честно говоря, я заметила, что когда мы репетируем, особенно мне достаются действительно драматические персонажи, страдающие домохозяйки. И когда я играю в последний раз, вот, на последнем концерте, на репетиции, Яна говорит, Вика, 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 пожалуйста, только не плачь, а то я сейчас заплачу. То есть где-то мне не хватает тронуть эти струны этой души, поэтому иногда чуть-чуть добавляю драмы в нашем веселом юмористическом шоу. Я играл «Мертвую бабушку». Опять же, недалеко ушел от образа. Мне было очень сложно вжиться в мертвую плоть. Ну, у тебя это замечательно получилось. Старые женщины, ну, я вжился, и я постарался. И мы его похоронили. Да, и все-таки я ожил. В середине номера я ожил, и ребята очень испугались. Что ты ожил? Действительно, что я ожил. Пришлось по-настоящему отыгрывать это. Ну, наверняка, роль мертвой бабушки – это одна из самых, может быть, не самых тяжелых ролей, потому как текста минимум. Это сложная роль… Не дышать, да? Не дышать, не моргать и замереть в странной позе. У меня была вот такая… Да. Длинность – это примерно 3-4 минуты, а может, 5-6. На самом деле, вот так вот скорчить лицо там. А попробуйте так пять минут продержаться, начинает дрожать челюсть и губы. Ну, это… То есть, как раз… На самом деле… На самом деле, как у бабушки. Мне нужно было тренироваться вот так долгое время, чтобы научить губы не дрожать. Ребят, вопрос от обывателей, которые хотят тоже не дрожать и не закончить так, как бабушки. Не все закончим? Как бабушки. Кто-то как дедушки. А ты как выходил, как дедушка или как бабушка? Когда появляется какая-то новая программа… Я хорошо запоминаю некоторые моменты нашего общения. Как происходит распределение вообще ролей между коллективом? Драка. Обычная драка. У нас девочки с девочками… Марина так участвует. Марина просто Яну и Вику так… Моя. Да. Это моя роль. Но у нее приоритет, потому что она сильнее априори. Но у нас… Мы можем с Женей, с Сашей на Егора накинуться. Максимум. Потому что он физически сильнее нас, поэтому у него роли смешнее. Самое нормальное. Обратите внимание, Егор ни разу не выйдет на сцену, просто как бы подыгрывая кому-то. Эти все роли остаются нам, мы подыгрываем Егору в номерах. По остаточному принципу. Они его боятся. Он выбрал, говорит, это я буду играть. Понял ты. Понял, Игорь. Ну ладно, понял. А правда ли, что для того, чтобы хорошо выступить, нельзя вообще ни капли спиртного во время концерта? Или все-таки это миф? Вот это если… Даже не интересно. Даже Вика? Даже Вика? Мы не пьем, у нас правило не употреблять спиртное… Во время концерта. Во время концерта. И это очень здорово. Раньше в КВН мы там чуть коньячку, там перед этим. А сейчас мы поняли, что это мешает, просто мешает. В КВН? Нет, мы… Мы сейчас не про КВН, мы сейчас про Дизель Шоу. Я вообще в КВН не играла. Мы в КВН… А… А какой-то год. Мы не играем в КВН. В каком году покажут передачи? Дизель Шоу, это шоу у нас. Мы, в общем, достаточно взрослые, адекватные люди, для того, чтобы понимать, что алкоголь будет только мешать. Они ни в коем случае не помогать. Я советую молодым артистам не употреблять. Ничего он не несет, не дает. Это кажется, это обман только твоего мозга, что легче… Что ты вроде как стал раскрепощеннее. На самом деле в кадре это ужасно смотрится и видно, что… Человек выдал… Человек немножко спит. Да, он думает, что он расслабленнее, а нет, он просто становится не интереснее. Ребят, мне кажется, что уже самое время… Я слышу запах еды… Я тоже. …которую привезли. Самое время посмотреть, что же получилось у нашего шефа. Давайте посмотрим. А давайте. Давай. Давай. А вот и наш шеф. Вот и ваше здоровье. Так, Серж, что там получилось? Ну, похоже, кстати… Мы просто выдавили из пакета. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Ребят, большое спасибо за то, что нашли время в своем плотнейшем графике от нашего партнера Вика. Тебе немножко весны. Это мне? Мимозы? Настоящие? Настоящие. Можно их потрогать, поставить в вазу. Вы за своими просто репетициями не замечаете, ребята, что весна наступает, снег тает. Спасибо большое. Жень, а тебе? Да. От нашего крепкого партнера немножко хорошего настроения. Для друзей. Это мне бутылка настоящая. Ребят, спасибо, что пришли. До встречи на ваших концертах. Спасибо. Апс. Разбиваю-разбиваю, себе часть забираю. Спасибо. Это были актеры «Дизель-студио» Виктория Булитко и Евгений Сморигин в гостях в телепроекте «Так и як ты». Не забудьте включить ваши телевизоры в следующую субботу на Первом деловом телеканале. С вами был Алексей Отроченко. Пока. Субтитры подогнал «Симон»